Щеночек-дворняшка Ну, такое несколько детское стихотворение на тему «Крошка сын спросил отца», ну, в моей версии. Крошка сын спросил отца, да чего все это? Папа палец вверх поднял, промолчал и так сказал, чтобы сильным дядей быть, с мышцами большими, надо упражняться, надо развиваться. А для этого сынок, штанги, гриф и к ней блины, гири и гантели, надо много поднимать и будет сила в теле. И сынок так поступил, стал тренироваться, лежа жал и приседал, вес на бицепс подымал, стал большим и сильным он, и по гирям чемпион, слабых защищает, плечи расправляет. Или наяву, или во сне, скорее где-то между ними. Я вижу птицу на плече и слышу шепот ее мне. Жди изменения в судьбе, твои слова, дела и мысли. Пределы, что отведены, уже наполнены, созрелы, оформились прекрасный плод, и вас награда судор ждет. Называется «Мы в жизнь приходим». То есть, для чего мы в жизнь приходим? Мы в жизнь приходим, чтоб трудиться, трудиться над своей судьбой, любить, мечтать и веселиться, болеть, страдать, переживать и опыт жизни получать, который нас с тобой меняет, от скверны всякой очищает, вратами темными ведет, где нас Творец с тобою ждет. Почему тут вратами темными ведет? Да потому что, для того, чтобы вот этот вот опыт получить, мы должны пройти через, через какую-то, будем говорить, вот, житейские передряги, которые я примерно и называю вратами темными, чтоб понимали. Ой, ой, какое стихотворение! Стихотворение, знаете, я люблю вот такие небольшие стихотворения, такие веселые, озорные, чтоб они, знаете, заводили. Года бегут, а дурь на месте, и пусть лыс сеет голова, но мы стареем с дурью вместе, и это здорово, друзья! Без дури сразу умирают, а с дурью весело живут, играют, прыгают, хохочут и даже деток создают. Следующее стихотворение называется «Летят косматые тучи». «Летят косматые тучи, их гонит ветер могучий, и там за высокой кручей нас встретит счастливый случай». Песня, ну моя песня, я же, так сказать, не поэт и песенник, то есть следующая песня. «Цветет и пахнет абрикоз, весна бушует, так и надо, а у меня один вопрос, а у меня один вопрос, где ты живешь, моя отрада?» «Весной девчонки, как цветы, нарядны пахнут и красивы, их платье словно лепестки, их платье словно васильки, и голову мою волнуют. К тебе я смело подойду, смущи, не пряча, за улыбкой, и за руку тебя возьму, в глаза твои я загляну, и это будет не ошибкой. «Цветет и пахнет абрикоз, и белый цвет подобен снегу, весной волнует нас любовь, весной волнует нас любовь, и это здорово, ей-богу». Называется стихотворение «Когда на улице Дубарь». «Когда на улице Дубарь», а это верно ведь, январь, ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и облом чуть погрусти, А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Уж коль январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра, и тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немного подожди, и снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, чайок душистый разливая, а жизни бренная рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод здоровье крепкое иметь. А остальное просто медь, ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром. Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце, готовые сию принять и от восторга засиять. Следующее вот такое, знаете, вот каламбурное стихотворение, я как-то люблю вот такие вот каламбуры, чтобы, знаете, вот это настоящее рифмоплетство называется. Ну так я думаю. Называется «Вдруг откуда не возьмись». И, кстати, на вот это стихотворение, чтобы я его, так сказать, сочинил, я где-то это услышал, вот эту вот фразу «Вдруг откуда не возьмись». Да все мы слышали эту фразу. И вот я решил на нее, так сказать, в творческом порыве написать «Вдруг откуда не возьмись, ниоткуда не взялось». Ось? Ось не ось, а может палка? Или просто мабудь дрын? Мабудь дрын? Или мабудь ось? Так откуда все взялось? Ниоткуда в том и дело, потому что не взялось. А за что взялось? Откуда? Так спросите у верблюда. Он расскажет вам про ось и откуда все взялось. А при чем верблюд и ось? И откуда взялась палка? Ниоткуда взялась палка, просто дерево росло. Ниоткуда и ни вдруг, и не взялся, но примчался дядька с белой бородой, ось, держащий словно палку. А при чем здесь Дед Мороз? Он подарочки принес. Ниоткуда, ни отсюда он достал четыре блюда. Блюда – это ведь еда? Нет. Тарелка или кастрюлька. А еда ушла туда, где нет выхода и входа. Кто ушел и что он съел? То, что взял из ниоткуда и забросил никуда, вдруг он попадет туда. Кто, куда и кто, зачем? Вдруг ни друг ни дать ни взять. Начинаем все опять. Мое знаменитое стихотворение, которое можно, кстати, и преобразать в песню. Называется оно «Иль наяву, или во сне». Я его уже много раз, так сказать, читал. Ну и еще разок. «Иль наяву, или во сне я окна настишь открываю и словно стаю белых птиц, свои желания выпускаю. В тот мир, где солнце и луна свои лучи соединили, где облака, как паруса, и где хранится образ милый. И пусть судьба мне скажет «Да!» Пусть снова юность возвратится в мои годы, к моим друзьям. И ту любовь, что только снится. Пусть рядом будет мать с отцом, и Битлз играет «Yes, today». И я встречаюсь с любовью, с любовью юности своей. Пусть будет все, как в первый раз. Твой взгляд, твой жест, твоя улыбка, любви безбрежный океан. Увы, мне это только снится. И стая белых дивных птиц, моих желаний и эмоций, В случаями утренней зари мне возвращается в оконце». Такое, несколько ностальгическое. Следующее стихотворение, это я же такой любвеобильный, любвеобильный. Вот, и про любовь, так сказать. Любить, желать, мечтать, страдать. И не напрасно в мире жить, так хочется всего вкусить. Мечты приводят нас к страданиям, желания туда же ведут. Проходит жизнь вся в ожиданиях, напрасно лишь года текут. И лишь любовь нас согревает, и душу нашу развивает, Обогащает жизнь и быт, так книга мудрая гласит. Подобрал-то Кириш, мне интересно. В оконце солнце светит жарко, и птица песенки поет. Журчат ручьи, 8 марта, 8 марта к нам идет. Цветы, конфеты и улыбки вам дарим щедро от души. Мы любим вас, и понимаем вы воплощение любви. Сейчас немножко отвлекемся от, так сказать, от рифмоплетства. Вы знаете, вот очень важно взять целительную энергию. Целительная энергия берется из пространства только тогда, когда ваше сознание, ваш ум настроены на такую благодать, чтобы все это взять. Это запомните все. Это одна из тайн успешного исцеления и даже долгожительства. Вот если вы научитесь это брать и как можно чаще, то это самое лучшее лекарство. А это все вот. Итак, стихотворение. Совсем недавно был в музее, Смотрел картины мастеров. Из зала в зал переходя, Я замер вдруг ее увидел. Картины меркнут перед нею, Сама прекрасный экспонат, И я балдею от музея, И сам не знаю, что сказать. Живи открыто, честно, смело, И жизни радость постигай, А если будут в ней ошибки, Их осознай и исправляй. Очень, знаете, вот жизнь, Это действительно такое явление, В котором мы зажали себя, Боимся проявить. А кто скажет, Вот там Генка Малахов читает стихи, Да он, наверное, чукнулся, он какой-то дурачок, И что его там слушать, вот. А должна быть открытость. Недаром вот об этой открытости, Как, знаете, у маленьких детей говорят, Вот они открыты, вот, как бы сказать, Для них нету ничего запретного, Нету ничего там срамного, Нету ничего такого, знаете, корыстного. И они вот так вот открыты, И живут в мире, И мир, естественно, их одаривает по максимуму. А потом, когда мы становимся взрослее, А думаем, а вот как вот это сказать, А как нас поймут, А вдруг это используют против нас, А еще что-то такое, А еще что-то, И тэ-рэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. И человек становится закрытый, Как в коробочке, Ничего не получает, Он там выгорает, Ну, неинтересно, а жизнь, Ну, неинтересно. Вот этот стримчик, Вы знаете, когда вам будет там, Что-то там грустнется, Или там-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. У вас начнет, Так сказать, Это самое, Замирать к себе. Почитайте, Почитайте этот стрим. Была без радости любовь, Разлука будет без печали. Да, Отлично, Житейская, Житейская все. Не бойся жизни, Истина одна, Иди смелей, Влюбляйся без оглядки, Не придавай мечту, расти детей и не мешает творцу творить вот это вот стихотворение это венец всего я уже неоднократно рассказывал что это стихотворение я не сочинил оно пришло мне оно пришло мне тогда вот я с вами делюсь такими вещами о которых мало кто там делится рассказывает потому что до этого надо дойти сначала а потом уже что-то там такое будет так вот я занимался методикой который называется красивые слова слова это энергия и в зависимости от того какие слова ты можешь окружить себя прекрасной энергией которая будет как бы сказать тебе помогать идти по жизни а можешь окружить вот это разного рода матюками, пошлюками и так далее которые просто не сведут на такой уровень и как бы сказать погасят твои вибрации а очень важно себя возвышать вот с помощью вот этих красивых слов на меня обратили внимание дали энергию ну вот я примерно вот сейчас только примерно такой энергетикой обладаю как тогда мне дали за вот эти красивые слова и пришли значит эти стихи стихи уникальные и так я читаю вам вот это вот свое стихотворение вдумайтесь вы его можно использовать как молитву и можно использовать как утверждение для того чтобы сделать свою жизнь лучше и так автор читать нет не автор автор там а так сказать этот самый суфлё читает я мера мироздания и глубина и ширина и воплощение знания я корень слов я корень слов источник жизни и миров я формирую бытие свое ее вселенной все источник я любви своей которой космос заполняю я так живо и процветаю и буду жить и процветать любовь и счастье воплощать заполню этим все миры где буду я где будешь ты ведь я и ты две меры этой красоты вот такие стихотворения рождались лечу на море предвкушаю как буду плавать и нырять там много неба голубого и бирюзовая вода дельфин резвится на просторе и яхта белая видна там плещут волны слух ласкает и там меня конечно жду мечты что в небо увлекают и сны что в рай ведут какой посыл какие посылы какие посылы вот этот стрим смотрите читайте будете как бы сказать обогащаться как бросить курить как бросить курить и так далее но я на эту тему сочинил стихотворение даже я вас пропою это так сказать маленькое произведение такое сигарета 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 два конца и все в дыну полная данных латына их за это не кру стихотворение называется в доме уютно и светло создает уют в семье когда знаете все в порядке все хорошо и в этом доме в этой семье прекрасно проживать и мужу и жене и детям и вот ну 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 просто это и вот как раз в своем доме ощутил вот эту вот атмосферу и у меня родились такие стихи в доме уютно и светло лучик солнце бьет в окно тишина и благодать хорошо здесь проживать рядом речка соловьи слышится кукушка и жена мне говорит о любви на ушко вот этот стрим если вы будете смотреть он будет вас заводить рассылайте его туда и сюда и сюда и туда по всем этим чтобы его о нем как можно больше узнало но нету подобной красоты доброты любви к ближнему нежели сейчас у нас творится с вами вы чувствуете энергетика совсем другая лечитесь радостью это самое лучшее лекарство радость потому что больной человек испытывает вот горе там упадок сил там и настроение меняется и так далее а надо с помощью радости свою энергетику поднять надо с помощью радости так отобрать эту энергетику и направить ее внутрь чтобы она всю бяку каку все болезни вышла и выгнала вот это считается суперцелительством следующее возможно это был конец который стал с началом я ногу ставлю на ступень и начинаю все сначала я просто в восторге сам от себя понимаете я сам от себя синее море красным зовется пальмы метелками тянутся вверх ветер ласкает и солнце смеется так оцени это все человек мы не ценим то что у нас есть мы не ценим ничего понимаете вот когда сейчас человека козлят для него просто одно дыхание это на вес всех богатств вот вот еще одно дыхание сделать мы не ценим этого не ценим того что имеется это же так это синее море взор расслабляет белые гребни бегут по воде так хорошо лишь у моря бывает сон наяву то ли грезы во сне вот меня знаете вот это все так вот несмотря на то что вроде как я сам сочинил энергетика этих слов для того чтобы заряжаться и исцеляться ласковый ветер с моря струится белый кораблик плывет по волнам все так красиво и поэтично если в гармонии с разумом сам ну ну смотрите это просто просто шедевр какой-то это шедевр хорошее дело сделать хорошее полезное дело вот некоторые говорят для всей земли чтобы вот это изменяло вот эти вот все вот это негатив который сейчас вот навис и так далее чтобы вот это вот все разрывало вот это как лучи света вот этот вот стрим наш в то египетское время когда я был я дал себе такую установочку в каждый день сочинять по стихотворению хоть по две строки и вот как раз вот это вот почему так столько много про красное море и про все это там такое красивые формы чудесный загар проходит она и волнуется чувство и я ощущаю божественный дар желать и любить то что в сердце хранится следующее синайский вечер томно наступает и темнота нас нежно обнимает чуть освежает с моря ветерок и я запомню этот вечерок коломбур ну а после этой даты оказался он поддатый и не важно что за дата ведь она уже поддата а когда она поддата нам сойдет любая дата колыбельная для наших маленьких любимых деток рыжая киска лежит на тахте сладко мурчит она что-то во сне часики тикают чайник кипит месяц в окошко лукаво глядит снится кисульки толстая мышка ручки хозяйки любимая миска гладят ее и чешут за ушком она повернулась к нам беленьким брюшком ах милый котейка вставай побыстрее мы будем встречать с тобой нож и костей покажем прыжки им кульбиты сальто потом ты получишь от мамы сальцо нет это не колыбельная будет а скорее всего побудочная то есть ребенок вот спит как его разбудить и сравнить значит вот это вот с киской арабская ночь арабская ночь ну знаете как у Пушкина была Болдина Болдинская осень вот это все так сказать творческий бум так у меня примерно когда я ездил в каком наверное пятнадцать четырнадцатом пятнадцатых годах я ездил вот этот Египет когда он был открыт и вот это все 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 тут с двумя в двух вариантах арабская ночь звезды горят бархат небо пальмы шумят нежно колышет волны прибой и наши сердца волнуют любовь вариант опять арабская ночь звезды горят бархат небо пальмы шумят воду волнует мягкий прибой и наши сердца волнуют любовь 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 Так, ну что, деньки у нас подходят к концу, наш денёчек к концу, и вот как раз с стихотворением. День окончился и не повторится, Пролетел как конь и не возвратится, Красотища в нём, а ты и не заметил, Так и жизнь пройдёт, будто пустой ветер. Шведский стол там и всё это такое навевало. Фисташки, пиво, колбаса, Милею нету слов тогда, Когда к спине живот прижало, И тело малость отошало, Рот оросился от слюней, И ты кричишь, скорей налей, Коли орешки, режь колбасы И наполняй свои запасы, Жуя колбаску, созерцай, С глоточком пива размышляй, А на фисташки медитируй, Ведь это всё так нужно в мире. Лес берёзовый стоит, А наш поезд так и мчит, Позади уже Москва, Суета и кутерьма, Завтра буду я в Ростове, Где чудесная пора, Зеленеет там трава, На перроне ждёт жена, В небе солнце, Теплота, Хорошо же как, Ура! Закончилась передача Доброго здоровьица, Всё, контракт закончился, И я возвращаюсь домой. Вот когда были съёмки, Ну как бы сказать, Там такая кутерьма, Там всё вот так вот, Вот-вот-вот, Это один съёмочный день, Это где-то можно приравнять к целому году, По насыщенности, По встречам, По эмоциям, По нокаутам, По энерготратам, И так далее, И так далее, И так далее. То есть человек, Который стоит перед телекамерой, Вот на этом, Энергия там отсасывается, Ну и чё, Ну хо-хо-хо-хо, Поэтому можно так сравнить. И вот когда ты от всего этого только раз, Уезжаешь, Вот, вот, как бы сказать, С одной стороны как-то радость, С другой стороны там, Ну всякие. Серебристый самолёт Отправляется в полёт, Крым, Гурзуф и Чёрно-море, Порезвимся на просторе. Следующее. Закат пламенеет, Приятно смотреть, Красивые виды чаруют и манят. На дворе уже апрель, Но погоде ты не верь, А природа будто шутит, Как забоет, как замутит, Валит снег и дождь стучит, Поезд быстро наш бежит, За окошком всё мелькает. Серый цвет не раздражает, А в купе так хорошо, Чай стоит, и нам тепло. Кто читает, кто поёт, Я жую свой бутерброд. Это опять-таки, когда я на поезде Мотался в Москву туда-сюда. Интернет меня пленит, Огоньком экран горит, Я читаю и смотрю, Даже что-то там пишу. Сиски, попы, телеса, Кошки, мопсы и попса, Глаза разбегаются, Мозги расплавляются, Ох и чудо интернет! Можно плавать в нём сто лет, Даже тыши будет мало, Так поспи, дружок, сначала. В бане был, парился, В клубах пара жарился, Веником махал, Потом истекал, Вышел обновлённым И во всех влюблённым. Ох и баня, жар, вода, Мои лучшие друзья! Ночь, дорога, Свет машин, Хит-ФМ и я один. Детская. Курочка лапками землю, А, курочки лапками землю грибут, Что-то находят и жадно клюют. В дозоре стоит петушок молодой, И гордо трясёт он своей бородой. Это я смотрел, как курочки пасутся, И такие строки родились. Сижу в кафе, смотрю в окошко, Так интересно наблюдать, Машины, люди, банк напротив, И так приятно отдыхать. Следующая. Поёт рассвет, Начало жизни, И заливает солнце свет, Мне хорошо и жизнь прекрасна, И в этом весь её секрет. Вдыхаю воздух вместе с жизнью, Что дарит лучик солнца мне, Душа ликует, Вот же счастье, Так ощути его в себе. Уникальные стихи, уникальные. Ещё раз, значит, вот, как мы сказали, всё, собрано всё, всё, что должно затронуть самые сокровенные, милые струны и энергетику, которые идут с самого тонкого уровня. И это, конечно, бывает, когда вот рассвет, почему рассвет, иногда, когда я на машине ездил, я встречал рассвет, то есть выезжаешь раньше, едешь, и вот только рассвет и так далее. Ещё разок прочитаю. «Поёт рассвет начало жизни, И заливает солнце свет, Мне хорошо, И жизнь прекрасна, И в этом весь её секрет. Вдыхаю воздух вместе с жизнью, И давит лучик солнца мне, Душа ликует, Вот же счастье, Так ощути его в себе». Вот понимаете, настолько человек может быть счастливый, насколько он ощущает это счастье в себе. Откройте в себе счастье, откройте в себе в себя, в конце концов, ё-моё. Это же так хорошо. Смотрите, что со мной творится. Я вошёл во все эти сферы, мэры и так далее, и так далее. Ой. Это я сочинил Прохлова. Меня пригласили на её юбилей, в эту самую, на передачу. И думаю, ну просто так, знаете, «Здравствуйте, до свидания, букет» это не то. И я стихотворение такое написал. «Юбилей красы известной, Что ей можно пожелать? Счастья, жизни интересной, Никогда не уставать». Леночка, для тебя. В заключении, что бы я ещё сказал. Да, даются такие стихотворения, которые, знаете, подводят некие твои жизненные этапы. Вот что-то ты там сделал. Он говорит, чем-то ты доволен, что-то получил, что-то ещё. Знаете, вот как бы сказать по этапам. Раз. И невольно это всё выражается в стихотворной форме. Ну и вот самое, так сказать, крайнее, которое пришло ко мне. Почувствуйте его энергетику, почувствуйте то, что я почувствовал. Попробуйте. Раступились небеса и спустились чудеса, словно в сказке всё явилось. Радость в сердце окрылилась и открылась тайной дверь. Ты в неё скорей поверь и получишь всё, что хочешь, о чём долго так мечтал. А сегодня всё достал, всё достал и получил. Видно, Богу угодил.